Правильное доказательство такое. Давайте сначала я скажу следующее. Что такое рациональные точки и рациональная прямая? Значит, если у вас какая-то система координат будет, то рациональная точка – это точка, у которой рациональные координаты. А рациональная прямая – это прямая, которая остается уравнением, там, х и с плюс б, в котором х и б рациональны. Ну или наоборот, там, х равняется, там, если она осталась, а у плюс б – это одно и другое. Если я это рационально, так и это сказать. Рациональная точка, обе координаты рациональны, рациональная прямая – оба эти координаты рациональны. Теперь, согласны ли вы, что если мы проводим прямую через две рациональные точки, то она равна рациональна? Почему? Кто может объяснить? Понятно, что такое рациональная точка и прямая, или это уже непонятно? Непонятно. У нас есть система координат. Но вот там прямая у, когда х равняется, корень из двух игрок плюс один, она плохая, потому что есть рациональное число. А там 3х плюс 2у плюс 7 равно 0, это хорошая прямая. Потому что если мы выразим х через у, то будет рациональная. Рациональная прямая. Или есть у нас там 3 корни из двух игрок плюс 2 корни из двух игрок плюс 7 корней из двух. Ну это тоже хорошая прямая, потому что на самом деле, если мы, если мы можем, мы можем, мы можем, мы можем это поменять с рациональными координатами. Просто там пока это написано, то есть у него негативные, у него дачи. Ваши есть другая, издающая прямую с рациональными крюсцентами. Теперь, почему, если мы проведем прямую через две рациональные точки, то получится рациональная прямая? Кто понимает? Ну почему? Если у нас две рациональные точки, что такое? Какой будет эффективен k на трону? Это будет отношение вот этого к этому. Но если они рациональные, то это тоже, конечно, рациональная. А если k рациональная, то b можно вычесть как k y минус x. Оно тоже будет рациональной. То есть через две рациональные точки проходит рациональная прямая. А две рациональные прямые пересекаются в рациональные точки. Это понятно? Если у нас есть две рациональные прямые, то они пересекаются обязательно в рациональные точки. Понятно это или нет? Но объясните, почему это так? Кто может объяснить? Если уравнение прямых числа рациональные, почему точка пересечения будет рациональной? Уравнение или действие? Как это выражение? Потому что у нас система с двух линейных уравнений. Ну как мы их решаем? Мы там выражаем x через y, потом подставляем так туда, получаем уравнение, находим из него y, потом находим x так далее. Если у нас все было рационально, ни в какой момент это деление, умножение, сложение нет. Таким образом, что я предлагаю вам сейчас осознать? Что такое рациональная точка? Что такое рациональная прямая? Почему прямая, переходящая через две рациональные точки, будет рациональной? И почему точка пересечения двух рациональных прямых будет тоже рациональной? Теперь самое интересное. Давайте мы собакуем наше стекло и возьмем стол. На столе нарисуем систему H1. И на столе у нас есть рациональная точка. Ну и договоримся, чтобы там точка 0 переходила в A, а точка B переходила в 1. Ну можно подобрать так перевернуть, чтобы тень опали туда куда надо. 1-0, а ряд переходит в 0. На столе мы просто принесли, растерили к эту самую миллиметровую полуону, отметили точкой 0, 0-1-0, ну и так-так вместили стекло, чтобы они... Теперь, ну середина куда-то... В этом действии есть, например, свобода. Мы можем еще внутри этой плоскости обуворачивать, туда-сюда. И тогда эта середина будет туда-сюда ездить. Теперь самый главный момент. Мы можем так повернуть стекло, чтобы эта середина попала в рациональную точку. Ну не рациональную. Пока у нас нет никакого построения, у нас есть такая картинка. И мы поворачиваем это стекло так, чтобы середина отрезка попала в рациональную точку. А середина попала в рациональную точку. Значит, мое объяснение такое же. Мы можем провести, построить сначала вот это треугольник, а потом так подобрать, перемещая огонь, мы можем подобрать так, чтобы середина тут немножко двигалась. Ну и тут уж я не буду это доказывать, но всегда можно двигаться немножко подобрать так, чтобы она стала и рациональной. И рациональных точек тут много. И нельзя их все обвиновать. Если вы так непрофильное доброе хотите, то есть в какой момент улучшится рациональная точка. Теперь самое главное. Мы играем с Колей в игру. Я хочу построить середину. Я ничего не вижу, кроме этой плоскости. Вот я вижу вот эти точки А и М, я хочу построить середину. Я могу, если что мне разрешать, я могу попробовать прямые, которые у меня есть, и могу заказывать точки в каких-то областях. И в конце концов я хочу получить середину. А Коля хочет воспрепятствовать мне это сделать. Он хочет подгадить так, чтобы то, что у меня отличилось, не было середины. Чтобы середины я никогда не построил. И утверждается, что он сможет это сделать. Ну, может кто-нибудь уже догадался, как он должен гадить. Да. Если я сам провожу какие-то прямые, чрезмеряющиеся точки, то если до сих пор точки были рациональными, то естественно, прямая тоже останется рациональной. То есть пока я провожу точность. Сначала у меня есть А и ТУ. Они рациональны. Прямая и рациональна. Если я не могу получить иррациональную точку, то есть иррациональная тема, если у меня такой точки не было, проводя прямые и сайки, и сайки, и сайки надевая, проводя точки пересечения. Потому что здесь происходит пересечения рациональных иррациональных иррациональных иррациональных. Но я могу заказать Коля точку, какую-то область. И он к капам будет мешать. Дать точку область, которая не знакома. Я прошу какую-то область. И тут, соответственно, здесь есть тоже какая-то область. В принципе, эта область уже может оказаться на самом деле... Тут может быть не так революция расположена. Она может попасть уже... Это же не пожалели на друг друга. Значит, там может что-то уйти в бесконечность чуть-чуть. Область может быть любым. Но в этой области всегда можно найти рациональную точку. И тогда новая точка будет той же рациональной темы. И тогда, что бы я дальше не делал, если я буду новую точку соединения не имеющимися, то ничего кроме точек и прямых с рациональными тенями у меня не получится. И следовательно, я ни в какой момент середина отрезка не получу. Вот это правильное доказательство, почему это невозможно.